Валерий, ну что ж, некогда возможные угрозы и амбиции Путина конкретно были недооценены. Не Украиной, конечно, но давайте уже сейчас прям конкретно в это так не будем пока углубляться. Сейчас снова мы слышим угрозы достаточно амбициозные, достаточно такие претензионные. Как вы считаете, только ли это для того, чтобы отвлечь внимание от Украины, или на самом деле это также имеет почву, он просто идет по старому сценарию? Ну, каких бы ни было фантазий у двух безумных диктаторов, вчера мы услышали достаточно убедительный комментарий Госдепа устами Миллера, когда, собственно, господин Миллер охарактеризовал выражение Лукашенко как очередное, значит, безответственное комментарии. И ключевая фраза там была, что Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО, а, собственно, значит, и Польша. Поэтому, на самом деле, Путин может строить какие угодно планы, дойти до Варшавы, до Ла-Манша или до Лиссабона, но в своем безумии он хорошо понимает, с какой силой он может столкнуться. Поэтому сегодня, конечно же, это, как сейчас модно говорить, часть так называемого ИПСО. Лукашенко просто, знаете, как, вот, собственно, есть такое выражение, если у тебя есть собака, которая гавкает, тебе не нужно гавкать самому. То есть Лукашенко сейчас выполняет такую роль, знаете, то у него вагнеровцы, которые его напрягают и хотят сходить в Варшаву, то у него ядерное оружие. Поэтому сегодня, я думаю, что это просто реакция на ту консолидированную помощь, которую оказывает Евросоюз из Штаты Украины, ну и за ту твердую железную волю, которую демонстрирует непосредственно Варшава. Польша перебрасывает часть своих войск с запада на восток ближе к границе с Белоруссией. Такое решение приняли из-за возможных угроз, которые связаны с так называемыми учениями наемников ЧВК Вагнера на пограничном полигоне в районе Бреста. Об этом сообщил секретарь комитета по безопасности Польши Збигнев Гоффман. У нас есть цитата, я предлагаю ее услышать и проложим обсуждение. Совместные учения белорусской армии и группы Вагнера, несомненно, являются провокацией. Национальный комитет безопасности и обороны проанализировал возможные угрозы. И министр национальной обороны Мариуш Блащак принял решение переместить наше военное формирование с запада на восток Польши. Задача этих подразделений – тренировка, а также сдерживание потенциального агрессора. Збигнев Гоффман, секретарь национального комитета безопасности и обороны Польши. Это на самом деле стоило было ожидать, потому что если есть очевидная угроза, и тем более прикрепленная такими вербальными, но вместе с тем заявлениями о том, что все может быть, все может случиться. И даже после того, как Лукашенко заявил, что вот он еле-еле сдерживает вагнеровцев, как будто бы они на самом деле готовы его слушать, если была бы какая-то воля и желание такое. Но вместе с тем, вы действительно думаете, что Путин и Лукашенко чего-то опасаются? А нет ли у вас такого мнения, что, к примеру, Путин может пойти просто ва-банк, ощущая, что действительно он терпит неудачи на поле боя в Украине? И он не может ведь этого позволить себе, так вот упасть в грязь лицом, такой неудавшийся диктатор и захватчик? Ну, на сегодняшний день мы видим, что Путин ва-банк может пойти только в своих фантазиях. Конечно же, он мечтает реализовать какие-то тайные планы Сталина. Он постоянно, мы слышали уже, говорит о том, что Ленин создал Украину, а Сталин, значит, Польшу создал послевоенную. Но говорить это одно, а способность реализовать свои планы – это другое. Мы сейчас слышим про Сувавовский коридор, про эту тему, которая уже давным-давно в сегодняшней конфигурации, по сути, не имеет своей актуальности. Но если возвращаться к вопросу о Лукашенко и Вагнеровцев, то мы сегодня до конца не можем утверждать, что Лукашенко, в принципе, имеет, будь какое-то влияние или способен приказывать Вагнеровцев, что им делать, что не делать. Да, конечно, были высказывания Пригожина в том самом лагере под Осиповичами, который построили для Вагнеровцев, о том, что они-то собираются сделать с белорусской армией, с вторую армию в мире, непонятно, какая первая, по мнению Пригожина, что они собираются вести себя тихо, мирно, ну и, собственно, путь их в Африку, со слов Пригожина. И, на мой взгляд, это достаточно такая трезвая версия. Я думаю, что рано или поздно они там и окажутся, эти солдаты, удачи, поскольку все-таки у Лукашенко просто нету тех средств, чтобы удерживать такую армию наемников на территории Беларуси. Да и как сам Лукашенко проговорился, что они его напрягают. Да, напрягают, и, я думаю, еще будут напрягать, потому что Лукашенко привык к тому, что у него есть монополия на насилие в Беларуси. А вагнеровцы уже на сегодняшний день, даже в магазины местные ходят с табельным оружием, начинают вести себя агрессивно. И это только может спровоцировать еще быстрее народные волнения, еще быстрее побудить беларусов снова выражать более активно свою гражданскую позицию. Где-нибудь на Полесье этих вагнеровцев просто могут поднять на вилы. Знаете, что еще интересно? Просто ваше мнение по этому поводу. Ведь Пригожин в своем недавнем таком заявлении говорил о том, что, мол, он все еще недоволен проведением так называемой специальной военной операции. То есть он не перестал критиковать или даже хейтить проведение вот такой специальной военной операции, а по факту войны России против Украины. И неужели он на самом деле, видя, каким образом шли боевые действия, каким образом идет снабжение российской армии, как вообще относятся и к российской армии, и к наемникам, неужели у него может на самом деле закрасться вот такая странная идея сходить, как он сказал, в Жешуф? Ну, не как он сказал, а как сказал Лукашенко. Ну, безусловно, Путина... Или это манипуляции просто все, а с Пригожиным это не имеет ничего общего? Ну, Путин не случайно сказал Варшава и Жешуф, потому что действительно это хаб, где, по сути, военная техника, страна-то, она начинает свой путь в Украину. И, конечно же, Путин об этом думает днем и ночью. Но вагнеровцы без тяжелого вооружения, ну, без помощи, безусловно, вооруженных сил России как таковых, и я не думаю, что Шойгу и Герасиму после всего того, что они слышали из уст Пригожина, после того, как вагнеровцы, по сути, уничтожали российскую армию на своем пути в Москву, во всяком случае силы... Какие у них там? Космические, военно-космические, да? Те самые, в виде вертолетов. Я не думаю, что кто-то из Шойгу или Герасимова, или, в принципе, из военного руководства, бросится помогать Пригожину в их походах на Варшаву. Да, мы не исключаем, что могут быть какие-то провокации на границе. Кстати, они в последнее время снова участились, но в виде мигрантов, которые пытаются камнями забрасывать польских пограничников. Но это одна история относительно вагнеровцев, которые готовы были бы с оружием в руках прорывать польскую границу. Но здесь мы снова можем вспомнить слова представителя Госдепа, и я думаю, что он не шутил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok